Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаево-Черкесия. События вторника в репортажах наших корреспондентов. Главные новости. Маски, перчатки, социальная дистанция приняты в Семеробезопасности во время сдачи ЕГЭ. Около двух тысяч выпускников школ Карачаево-Черкесии сдают экзамен по русскому языку. До осени где-то примерно мы закончим работу. Активными темпами идет ремонт дорог Черкеска в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Система распыления позволяет с ног до головы обработать от коронавирусной инфекции. Первые в нашей республике дезинфицирующие кабины установили в Карачаево-Черкесском госуниверситете. Если есть необходимость, чтобы доставка была осуществлена сегодня срочно. Как купить продукты питания, не выходя из дома? В Черкесске заработало приложение Сбермаркет. Сегодня второй день единого госэкзамена по русскому языку. Проводить решили не в один день, чтобы избежать скопления учеников. Тест по всей России сегодня сдавали примерно 300 тысяч выпускников. Особые требования к рассадке в аудиториях в каждой не более 15 человек. Русский язык – первый обязательный экзамен, который нужен всем для поступления в ВУЗ. Как в Карачаево-Черкесии сегодня проходил ЕГЭ, расскажет Руслан Жукаев. Сегодня второй день сдачи экзамена по русскому языку. Это связано с мерами защиты здоровья выпускников, и поэтому экзамен разделили на два этапа. В первый день по всей республике экзамен сдавали 1100 выпускников, а сегодня более 650. Хочу обратить внимание, что в этом году в связи с той эпидемиологической ситуацией, которая существует в Российской Федерации, во всем мире и у нас в республике, были приняты все меры для защиты здоровья всех участников единого государственного экзамена. Это и учащиеся, и организаторы, и руководители пунктов, и общественные наблюдатели. Также заместитель министра отметила, что выпускники, которые не успели в основной срок сдать экзамен, могут это сделать в резервный период времени. Основной период экзамена сдается с 3 июля по 24 июля. Если по каким-то причинам дети по состоянию здоровья или по другим причинам, которые подтверждаются справкой, по уважительной причине, они не могли сдать какой-то предмет в основной период, у них есть возможность в дополнительный период сдать эти же предметы. Дополнительный период будет проходить с 3 по 8 августа. В этом году ЕГЭ сдают только те, кто планирует поступать в высшие учебные заведения. 123 выпускника в этом году воздержались. Они получили аттестаты по результатам итоговых оценок. Руслан Жукаев, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Черкесские ремонтируют дороги в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На сегодняшний день работы идут на улицах Кирова и Балахонова. О благоустройстве дорог в республиканской столице расскажет Олег Анлипшоков. Теперь будет возможность проехаться по улицам комфортно и удобно. Сейчас по улице Кирова ведется благоустройство дороги. Будет проводиться укладка нового дорожного покрытия, а после чего фрезирование верхнего слоя асфальта. В завершении всех работ будет нанесена новая разметка и установлены знаки. Представитель управления ЖКХ Черкеска отмечает, что строительство ведется быстрыми темпами и уже в скором времени дорога будет полностью открыта для жителей и гостей города. «По улице Кирова планируется отремонтировать дорожное полотно, заменить бордюр, нанести, соответственно, свежую разметку. Также по улице Кавказской уже выполнены работы по ремонту дорожного полотна, замену бордюров. По Балахонова тоже уже работы начаты. В принципе, темпы работы достаточно высокие. То есть до осени где-то примерно мы закончим работу. Также по улицам Балахоновой и Подгорной ведется ремонт дорог. По улице Подгорной уложен нижний слой асфальта, установлены бордюры и обустроены съезды. В рамках нацпроекта сейчас также ремонтируется улица Харуна-Богатырева. Именно благодаря реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на территории Карачаева-Черкесии стало возможным приведение в нормативное состояние ключевых улиц республиканской столицы», отметил исполняющий обязанности начальник управления ЖКХ Черкеска Сергей Елисеев. «Уже работы завершаются на улицах Крупская, улица Зеленая, участок улицы Хруслова. Ну, соответственно, в центре у нас это Первомайская уже закончена. Уже ведутся работы на участке улицы Средняя, Харуна-Богатырева, Подгорная. То есть уже практически все, на всех участках работы начаты, частично уже завершены». Важно отметить, что уже завершены ремонтные работы по улицам Первомайской и Кавказской. Здесь уже нанесена дорожная разметка и ведется установка бордюров. Помимо этого, в скором времени начнется ремонт дорог по улице Усмана Касаева и участок по улице Некрасова. В текущем году, по словам руководства управления ЖКХ Черкеска, по программе запланировано ремонт 17 участков автомобильных дорог общей протяженностью более 10 километров. Алина Халимшоков, Расул Бердеев, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести из-за оперативного штаба, и они оптимистичны. На сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 32 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество заболевших COVID-19 в республике составило 3882. Из них 2002 человека выздоровели, 352 госпитализированы. На всей территории России установилась жаркая погода. Сегодня в Карачаево-Черкесии столбик термометра поднимался выше 38 градусов. Как сообщают в МЧС, в северных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность. Убедительно просят отказаться от разжигания костров. И какой будет завтра погода, расскажут наши синоптики. В Карачаево-Черкесии переменная облачность. Местами кратковременные дуще-гроза. Ветер восточный с переходом днем на западные 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 16, 21, а днем 28, 33, со знаком «плюс». В горах ночью до плюс 14, а днем до плюс 24. В Черкесии ночью без существенных осадков. Днем кратковременные дуще-гроза. Температура ночью 19, 21, а днем 31, 33 градусов тепла. Аптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный, безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей, скидка 5%. От 150 тысяч скидка 7,5%. Черкеска, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасмин Элит Текстиль 09». Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Свет знаний в конце тоннеля Карачаево-Черкесского госуниверситета. В старейшем вузе республики, в Качагу имени Умара Алиева, установлены первые в нашем регионе дезинфицирующие кабины. Подробнее об этом расскажет Ахмат Халкечев. Карачаево-Черкесский государственный университет в период пандемии ни на один день не прерывал свою работу. Хоть и большая часть сотрудников выполняла свои обязанности в удаленном режиме, но значительная часть коллектива вуза все же находилась на рабочем месте. А еще с введением ограничительных мер более полутора тысяч иногородних и иностранных студентов Качагу осталось в Карачаевске. Исходя из сложившейся непростой ситуации, руководство вуза приняло комплекс мер по обеспечению безопасности сотрудников и студентов в разгар коронавирусной инфекции. В период особого режима многие соблюдали режим самоизоляции и их обеспечивали продуктами и средствами индивидуальной защиты. Продуктовая помощь была роздана почти на 60 тонн продуктовой помощи. Масок от них, в том числе и нашим сотрудникам, и нашим горожанам было роздано бесплатно более 60 тысяч масок. Очень много дезинфицирующих средств, которые изготавливали здесь сами, в нашем ситуационном центре. Мы создавали, здесь формировали фонд, специальный фонд поддержки студентов и обучающихся нашего университета. То есть не только сугубо университетские деньги, но и добровольные такие пожертвования отдельных людей. Еще, чтобы свести к минимуму риски распространения коронавирусной инфекции, с ситуационным центром университета были сформированы волонтерские отряды, в работы которых активно влились и иностранные студенты. Добровольцы раздавали маски, организовывали дезинфекционные посты возле социально значимых объектов, которые не приостанавливали свою деятельность в период особого режима. Наша первая задача была в том, чтобы наши студенты, наши сотрудники соблюдали режим самоизоляции. И можно сказать, что те меры, которые были предприняты, позволили им соблюдать режим самоизоляции в полной мере. Ну а с переходом Карачаевой-Черкесии ко второму этапу снятия ограничений, сотрудники и студенты все чаще стали посещать университет. И руководство вуза приняло решение перейти к более масштабным мерам профилактики. Приобрели три дезинфицирующих тоннеля. Внутри установлена система распыления, которая позволит еще тщательнее производить обработку. Тоннели есть в главном корпусе университета и на входах в общежитие. Конечно же, мы руководствуемся высокими целями, безопасность для нас важна, но не без холодного расчета. Наши специалисты посчитали, используя методы математического моделирования, один вложенный в здоровье и безопасность наших сотрудников рубль, поможет в среднесрочной перспективе сэкономить 2,3 рубля. И мы здесь, если не только вот такой позыв души, но еще и холодные достаточно расчеты. Помимо дезинфицирующих тоннелей, всем производят термометрию и обязательно обрабатывают руки специальным раствором. Еще когда мы заходим оттуда, и еще нам измеряют температуру, как бы если в температуру нормы пускать, если уже не в норме, уже вызывают скорую помощь, как бы, и отправляют на лечение. Своевременно принятые меры позволили не заразиться коронавирусной инфекцией ни одному из полутора тысяч иногородних и иностранных студентов, а также сотрудников, обеспечивавших беспрерывную работу госуниверситета. Ахмар Халкечев, Расул Бердиев, Петри Карачаево-Черкесия, Карачаевск. А теперь полезные вести в эту жару, когда на улицу не хочется выходить, а продуктами надо забить холодильник. Здесь на помощь приходит новая услуга. У жителей республиканской столицы популярным становится Сбермаркет. Новое приложение освоил Руслан Коркмазов. Эксперт по закупкам Сбермаркета Диана Ластанова получила заказ. В приложении покупатель выбрал продукты питания, которые необходимо доставить домой. И вот мы собираем корзину. Молоко простоквашеное, отборное, пастеризованное. 3-4%, 930 мл. В первую очередь нам нужно подойти к стеллажу, именно где находится молочная продукция, и найти именно то молоко, которое было указано в заказе. Далее мы проверяем срок годности, чтобы молоко было самого свежего качества. К молоку обычному покупатель заказал и специально молоко для капучино. Также проверяем срок годности. Отлично. Далее идем за тортом. И сканируем штрихот. Оно? Оно. Теперь овощи и фрукты. Покупатель заказал все по одному килограмму. Вы же можете килограмм на глаз определить? Наверное, со временем приходит. Лучше, пусть будет чуть-чуть больше, нежели не додать. Теперь выбираем горошек и кукурузу, конфеты и кофе. И идем к кассе. Пробиваем все 14 позиций. И вот чек. После того, как мы собрали все, уже оплатили, мы сканируем чек, чтобы покупатель был уверен, что ему ничего лишнего не пробили. То есть пока мы к нему привезем, он будет уже это видеть? Да, он будет видеть, что ему собрали, что нет. В каком количестве и какая громадка. Какая прелесть. Вы можете отслеживать даже в процессе сборки. То есть он может за вами следить? Да. Курьер Сбермаркета Денис Пастернак берет контейнеры термопакет с продуктами и едет к покупателю домой. К назначенному времени. Здравствуйте. Доставка Сбермаркет. Галина Саркетова уже постоянно клиент Сбермаркета и может сказать, чем это удобно и выгодно. Время очень экономит, особенно если есть маленькие дети, очень даже устраивает. То есть у вас маленькие дети? Да. И скажите, пожалуйста, вы считали, сколько времени вы сэкономили? Ну, часа два – это точно. За эти два часа можно сделать все свои домашние дела. То же самое привык, что ты сам выбираешь. Заказать продукты через Сбермаркет можно в любое время. Есть особенность нашего Сбермаркета, что пользователь, покупатель может заказать интервал времени, когда ему удобно. То есть он может заказать утром свою продуктовую корзину, но он может находиться на работе. И ему необходимо, чтобы его продуктовую корзину доставили в определенный промежуток времени. Он может указать этот промежуток, и курьер в это время доставит ему продуктовую корзину. Если есть необходимость, чтобы доставка была осуществлена сегодня срочно, то необходимо в Сбермаркете оформить покупку до 19 часов 30 минут. И до 23 часов заказ будет доставлен к порогу дома. Руслан Куркмазов, Роберт Жигутанов, Полезные вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня день летнего солнцестояния. Он совпадает с народным праздником Иван Купала. Существует поверье, что в эту ночь ровно в полночь в лесу распускается алый цветок папоротника. И нашедшему этот цветок сулит счастье, здоровье и богатство. Таким был вторник в Карачаево-Черкесии. А прямо сейчас продолжение сериала «Березка». Приятного просмотра и ждите только добрых вестей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова